Это самые волнующие изменения, через которые проходит наш организм. Всего за несколько лет процесс полового созревания меняет наше тело из детского во взрослое. И всё это контролируется гормонами. Эти сильные химические вещества проходят через нашу кровь и управляют нашим телом и разумом. То, что запускает процесс полового созревания у девочек и мальчиков, находится в гипоталамусе, расположенном в мозгу. Эта небольшая железа даёт команду начала полового созревания, вырабатывая гормон, называемый гонадотропин, высвобождающий гормон. По окончании детского периода он начинает высвобождаться, пока мы спим, и вызывает гормональный всплеск. Сначала он стимулирует гипофиз в мозгу для высвобождения двух гормонов, называемых фолликулостимулирующим и лютеинизирующим гормонами. Эти гормоны проходят через кровь к репродуктивным органам. У мальчиков они способствуют началу выделения семенниками тестостерона. У девочек – выработки эстрогена яичниками. Это активные половые гормоны, часто именуемые бушующими гормонами. Изменения, которые они вносят, могут быть неожиданными и поразительными. Сила эстрогена и тестостерона ощущаются по всему организму. И у мальчиков, и у девочек наблюдается скачок роста, так как удлиняются кости. Появляются лобковые волосы. И даже кожа подвергается влиянию гормонов. Гормоны также воздействуют на сознание и делают половое созревание периодом эмоциональных и физических перемен. Мы можем почувствовать, что теряем над собой контроль, так как находимся под воздействием гормонов. Это всего лишь проходящая фаза взросления. Но эти гормоны делают мальчиков и девочек совершенно разными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...